Итак, друзья, всех приветствую! Мы продолжаем разбирать номерной турнир UC-266. А для тех, кто вдруг забыл, я напомню, что турнир состоится 25 сентября, в ночь, субботы, на воскресенье. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который носит статус пятираунду. Это, кстати, матч-реванш, в котором встретился Робби Лоулер, и на этот раз его соперником становится Ник Диас. В общем, как вы все прекрасно знаете, Ник Диас возвращается после чуть больше, да, шестилетнего простоя. И действительно нужно будет разобраться, в какой он сейчас находится в форме, потому что коэффициенты у нас действительно очень близкие. Поэтому, в принципе, как всегда, ребят, по классике мы поговорим о бойцах, разберем бойцовские карьеры. Ну и, конечно же, в конце выпуска мы подвечем вариант доставки. Так, кстати, ребят, что касается ставочек, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском. Обязательно туда заглядывайте, так как в своем телеграм-канале я публикую скриншоты своих ставок. Поэтому впредь, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочку, повторюсь, оставлю в описании под видео. Ну а мы начинаем разбор, погнали! Итак, ребят, начинаем мы с Робби Лоулера. Это боец, который в качестве профессионального спортсмена, да, дебютировал в далеком 2001 году. В общем, в 2003 он уже попал в UFC, это был его первый заход. Как раз именно там он встретился с Ником в их первом, да, поединке. В общем, на тот момент мало кто давал шансы дать Диазу, но Диаз смог всех удивить. В принципе, переработал, да, он своего оппонента тогда и смог его потрясти во втором раунде, финишировать. Там действительно был очень серьезный финиш, ребят, если вы не видели этот поединок, обязательно его посмотрите. В общем, да, Лоулер был не то что уволен, да, покинул промоушен UFC, начал выступать в Strikeforce, в других промоушенах, да, и уже через некоторое время совершил второй, скажем так, заход в UFC, где смог стать чемпионом этой организации. Были очень, реально, очень крутые поединки, например, против Рори Макдональда. Если первый поединок там раздельным решением, да, проиграл, там была очень серьезная заруба. Второй поединок уже более уверенно отержал победу Рори, точнее не Рори, а Робби Лоулер, да. И, в принципе, на тот момент, да, было тяжело понять, кто же все-таки сможет Лоулера остановить. Ну, нашелся Тайрон Гудли, который потушил свет Робби, тем самым забрав у него чемпионский пояс, ну и, соответственно, нанеся очень серьезное поражение Лоулеру. В общем, сейчас, на данный момент Лоулер, стоит подчеркнуть, да, что идет на серии из четырех поражений подряд. Крайний свой поединок он выигрывал, если не ошибаюсь, в 2017 году против Дональда Ковбоя Сироны. После этого встречался с Рафаэлем Дусанисом, которому проиграл. Также был поединок у него против Нила Мэгни, это его, по-моему, если не ошибаюсь, да, это его крайний бой был. Также бился с Колби Ковингтоном. Вот Ковингтон провел довольно-таки неплохой поединок, да, все пять раундов, не позволил себя удосрочить, но по решению судей проиграл. В общем, что касается его бойцовских качеств, здесь стоит подчеркнуть, что это откровенный, ярко выраженный ударник, рубака, да, называйте как хотите. Это боец, который любит подзарубиться, даже несмотря на свой возраст, несмотря на то, сколько урона он потерпел за свою профессиональную карьеру, все равно он готов размениваться. Вот, кстати, забыл я упомянуть про поединок против Бена Астрена. Очень близок, когда был ловлер к тому, чтобы победить своего оппонента, но сыграли некоторые парабеллы, скажем так, да, его в борьбе, ну и, соответственно, Аскрен одержал тогда победу досрочно. В общем, в стойке, насколько, да, я понимаю, и вы все прекрасно тоже знаете, да, что Робби это очень опасный боец в стойке и по сей день. Что касается его борьбы, то, да, у него хорошая защита от тейкдаунов, его не так легко перевесить, не так легко контролировать в партере, но все-таки есть какие-то проблемы в джиу-джитсу, да, и многие его оппоненты нам это наглядно демонстрировали. Что касается его кардио, то нельзя сказать, да, что он там просаживается очень сильно, ну, в любом случае, возраст берет свое, да, и стоит просто пучекнуть, что в кардио он смотрится очень неплохо. Самый главный аспект, на который я хочу обратить внимание, это то, что он действующий, да, боец, он выступает, постоянно тренируется, да, и также стоит подчеркнуть, что в крайних поединках все, кому он проигрывал, это были спортсмены топ-уровня. И переходим мы к сопернику Лоулера, да, это Ник Диас, это действительно очень опасный боец, ну, по крайней мере, был, да, опасным спортсменом. В общем, его карьера также стартовала профессионально, естественно, в 2001 году, было два захода у него в UFC, если первый был не такой удачный, да, то со второй попытки Ник смог навести там очень серьезного шороху. До второй, второго захода, да, до второго попадания в UFC он бился в организации Strikeforce, где был чемпионом этой организации, провел парочку успешных защит чемпионского пояса, ну, и, соответственно, вернулся в UFC. В общем, те имена, которые вам известны, которых побеждал Диас, это Шемрока побеждал, также, причем, поединок довольно-таки интересный, ребят, можете его посмотреть, если не видели. Также была победа над Полом Дейли, TKO, да, и также побеждал BJ Penn. Я понимаю, что многие сейчас, кто только недавно начал смотреть вообще бои, да, думают, что, ну, типа, BJ Penn, кто это такой, ребят, посмотрите BJ Penn, когда он был молодым. Это абсолютно то, что сейчас есть, какой сейчас есть Penn, да, которого относительно недавно уволили, и какой это раньше было, это абсолютно два разных спортсмена. В общем, пошла череда поражений у него, да, также стоит подчеркнуть, что он проигрывал в своих крайних поединках Карлосу Кандиту, также было поражение от Джорджа Сен-Пьера, но вы сами прекрасно понимаете, что на тот момент это топ-оппозиция. И был поединок с Андерсоном-Сильвой, и был без результата, да, то есть отменен он атлетической комиссии. В общем, стоит здесь подчеркнуть, да, что перед тем, как отойти, скажем так, от боев, дошел он на серии с поражений. В общем, что касается его бойцовских качеств, бойцовских навыков, то стоит подчеркнуть именно по тому Дезу, который был до 2015 года, да, это боец, который любил также подзарубиться, боец, который, в принципе, стойки отрабатывал всегда хорошо, то есть этот уровень у него, именно уровень в ударной технике у него был прокачан, да, то есть скилл ударника, но опять же, любил он, да, побороться со своими оппонентами, любил их, скажем так, перевести в партер, да, потому что все-таки в джиу-джитсу у него очень серьезные навыки, но вот серьезные проблемы у него есть как раз-таки с таким аспектом, как перевод в борьбу, то есть, ну, не хватает, конечно, и не хватало, скажем так, не хватало, да, будем говорить это в прошедшем времени, у него конкретно вольные борьбы, ну, а в джиу-джитсу он в грепплинге, да, именно с позиции снизу, он чувствует себя как рыба в воде, в принципе, да, как и его брат. Что касается его кардио, то, в принципе, на тот момент, когда он был действующим спортсменом, там вообще никаких проблем не было, любил он поучаствовать и в триатлоне, да, соответственно, у братьев-дедов, в принципе, никогда не было проблем с функционалкой, но прошло уже очень много лет, да, очень много времени, порядка, там, больше шести лет, и сейчас интересно будет посмотреть на него, потому что, если посмотреть фрагменты, да, которые нам показывает тот же самый канал UFC Russia, например, да, то мы видим, что там и со скоростью на руках проблемы, да и вообще с ударной техникой, да, там не все так хорошо, но в любом случае возраст берет свое, естественно, я не думаю, что на протяжении шести лет, да, Ник тренировался усердно, он там и любил, и позаниматься не самыми, скажем так, как это у нас говорят, разрешенными действиями, ну, по крайней мере, у нас в России, у них это, возможно, да, легализовано, но у нас с этим есть проблемы, поэтому, в принципе, я думаю, что сейчас Диаз, ну, как минимум, не в лучшей своей форме находится, это 100%. Здесь стоит вопрос в том, какие спортивные кондиции, в каких спортивных кондициях сейчас находится Диаз, но об этом мы поговорим уже непосредственно в прогнозе. Ну что ж, ребят, вот мы и подобрались, да, к прогнозу на этот поединок, и давайте взглянем на котировки букмекерских контор. Здесь совсем незначительный павалитный у нас идет лоунер, коэффициент на обороте 1.85, в то время как нигде сойдет за 1.90 на 1.95, ну, опять же, все зависит от букмекерской конторы. В общем, коэффициенты, возможно, да, расставлены по делу, потому что что один, что другой сейчас идут на серии из поражений, но ключевой момент, я понимаю, что, возможно, это будет, скажем так, то, что я сейчас скажу, это не будет нечто новым, но здесь преимущество я даю на сторону Робби Лоулера, потому что, еще раз повторюсь, все, кому он проигрывал в своих крайних поединках, это были топовые спортсмены, это были претенденты на чемпионский пояс, это были чемпионы, да, ЮСИМУ, соответственно, уже в дальнейшем. Поэтому та позиция, которая у него была в крайних поединках, это очень и очень серьезные спортсмены. В то время, как, еще раз повторюсь, Ник Диас у нас уже порядка больше шести лет не выступал, соответственно, да, становится вопрос, тренировался ли он, ну, судя по его инстаграму, да, не всегда он тренировался. Единственное, что сейчас осталось от того самого Ника, это его несгибаемый дух, это желание побеждать, но есть ли возможности для того, чтобы победить? И я думаю, что они сейчас под большим вопросом находятся, потому что все-таки такой большой простой, он дает о себе знать, однозначно, точнее, даст о себе знать, да. Поэтому лично я считаю, что в этом противостоянии с букмекерскими конторами я соглашусь, да, в этом поединке, я имею в виду с коэффициентами букмекерских контор, потому что очень многие люди начинают писать, что я там работаю на букмекерах, хотя, в принципе, я даже не понимаю, как так можно работать на букмекерские конторы, это, что я должен давать ставки, они не проходят, а получается, что мне конторы платят или как, ребят? Вот это обращение, о котором я сейчас сказал, оно адресовано именно вам. Блин, объясните мне, как можно работать на конторах, как конторы будут понимать, кто поставил, какой процент мне платить? Ну, это, блин, ребят, это полный бред, кто об этом пишет, и если у кого-то есть желание пообщаться, пишите мне в Инстаграм, мы с вами обязательно пообщаемся, я вам объясню некоторые вещи, возможно, те вещи, которые вы не понимаете. В общем, вернемся мы к прогнозу, да, и здесь я считаю, что Робби Лоулер идет фаворитом, и, соответственно, притопить, конечно, можно за Диаза, за Диаза можно поболеть, но если мы говорим о ставке, то, в принципе, я считаю, что в плане ставки как раз-таки интереснее будет забрать Робби Лоулера. Также можно рассмотреть вариант неполный поединок, потому что здесь 5 раундов, и я думаю, что, ну, вряд ли спортсменам понадобится вся дистанция. В общем, да, ребят, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка, ваше же мнение обязательно оставайте в комментариях, потому что я все комментарии читаю, вы это прекрасно знаете. Также не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, но у меня на сегодня все, я вынужден с вами попрощаться, всем пока и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok